Таджикистан 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 последние деньги на связь с находящимися в трудовой миграции родными и доступ к информации, это могло спровоцировать взрыв народного гнева и стать последней каплей, которая переполнит чашу терпения населения страны. Примечательно, что в таджикском сегменте социальных сетей после принятия данного решения можно было наблюдать бурю негодования, так как всем было ясно, что таким нехитрым способом власти, прекрасно зная бедственное положение народа, виновниками которого причем они сами и являются, пытались ограничить людям доступ к неподконтрольному им информационному пространству, тем самым надеясь снизить градус политической и религиозной активности населения. Без интернета не будет у меня работы. Кроме того, серьезное возмущение людей вызвало также и то, что крупнейшие телекоммуникационные компании, которым предстояло оказаться главными бенефициарами и получателями сверхдоходов, после поднятия цен на услуги связи принадлежат именно семье Рахмона и аффилированным с ним бизнесменом. В итоге народное негодование начало расти быстрыми темпами и дошло даже до того, что в некоторых городах появились гражданские активисты, которые начали собирать подписи в население против повышения цен на интернет. Закончилось это тем, что 24 апреля, то есть спустя менее недели после непосредственного поднятия цен, Эмамали Рахмон отменил решение о поднятии цен и демонстративно снял с должности главу антимонопольной службы Кадирзада Сади. Аналитики отмечают, что таким образом правящий уже более 25 лет президент сделал вид, будто решение о поднятии цен не было изначально с ним согласовано и явилось чьей-то личной инициативой, после чего он якобы вмешался в ситуацию и защитил народ от произвола бездушных чиновников.